Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу про цветную Wi-Fi лампочку, рассчитанную на стандартный патрон E27 Nose P3, которая работает в экосистеме Tuya Smart. Посмотрим с вами, как она управляется голосом Google Home, можно ли ее интегрировать в Home Assistant и сравним с Wi-Fi лампочкой E-Light. Лампочка поставляется в нарядной коробке, на которой, кроме фотографии самой лампочки, имеются логотипы Google Home и Amazon Alexa. На боковой части указаны параметры мощность до 9 Вт, световая температура 2700-6000К, максимальный световой поток до 800 люмен. Лампочка сделана в классическом грушевидном дизайне. Верхняя часть прикрыта полупрозрачным матовым пластиковым колпаком, предназначенным для равномерного рассеивания света. Рассчитана лампа на установку в стандартный патрон E27. Это самый простой, быстрый и дешевый способ перевести освещение в умный дом. Для запуска режима сопряжения нужно трижды быстро включить и выключить лампу, после четвертого включения она начнет мерцать примерно раз в 2 секунды. В приложении Tuya Smart нет смысла устанавливать отдельно приложение Nose. Выбираем «Добавить новое устройство», раздел «Освещение», «Светильник Wi-Fi». Смартфон должен находиться в сети 2.4 ГГц. Включаем поиск и ждем, пока лампочка найдется и добавится в систему. Плагины для светильников Tuya Smart стандартные. В центре окна на синем фоне изображение лампочки. Во включенном состоянии ее фон отображает цвет и яркость текущего режима. В режиме белого света имеется настройка яркости и цветовой температуры. В цветном режиме в центре имеется круговую ползунок для установки цвета. Внизу два регулятора. Верхний отвечает за интенсивность, нижний – за яркость. В меню таймер можно задать день недели и время для включения и выключения лампочки. Как однократно, так и периодически. Например, ее можно использовать в качестве будильника. В меню настроек есть возможность изменить имя устройства. Если светильников в системе несколько, их можно объединить в одну группу. Есть опция проверки качества связи. Реагирует на плагин лампочка довольно шустро, но надо помнить, что управление идет через облако, поэтому все зависит от качества интернет-соединения. При быстрых и частых действиях могут быть небольшие задержки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В TU-E Smart можно создавать собственные автоматизации. Для этого нужно перейти в меню Smart-сцены, где можно выбрать свою картинку для фона, нажать на добавление новой сцены, в которой могут участвовать уже созданные автоматизации, задержка для задания временного интервала и подключенные устройства. Для лампы доступны действия включения-выключения, режима, яркости и цветовой температуры. Для примера создадим автоматизацию, где лампа включится в режиме 25% яркости, в умеренно теплом режиме, а через 10 секунд переключится на 100% и более холодный свет, еще через 10 секунд выключится. После запуска автоматизации на экране отображается последовательность записанных в нее действий. Еще один пример – автоматизация, включающая цветовую схему лампочки. Туя Smart интегрируется в Google Home и все вновь добавляемые устройства автоматически появляются в системе. Для проверки голосового управления, оно, кстати, теперь работает корректно, не проговаривая нижнее подчеркивание. Я назову лампочку «Просто свет» и назначу в комнату «Чердак». Окей, Google, чердак, свет включить. Хорошо, свет. Включаю. Окей, Google, чердак, яркость 10%. Окей, свет. Устанавливаю яркость на 10%. Окей, Google, чердак, свет, синий. Окей, свет меняет цвет на блог. Окей, Google, чердак, свет, 100%. Хорошо, свет. Устанавливаю яркость на 100%. Окей, Google, чердак, свет, желтый. Конечно, свет меняет цвет на еллоу. Окей, Google, чердак, свет, красный. Конечно, свет меняет цвет на ред. Окей, Google, чердак, свет, выключить. Конечно, свет, выключаю. Для полноты картины сравним эту лампочку с второй версией E27 цветной лампы E-Lite. В режиме белого света она кажется более яркой за счет большей поверхности плафона. А вот при включении цветного режима ей, конечно, далеко до яркости E-Lite. Кстати, с точки зрения стоимости, лампочку из экосистемы Xiaomi можно купить дешевле, чем Nose. Как и Google Home, Home Assistant при включенной синхронизации с аккаунтом Tuya автоматически определяет новый светильник. Управление здесь тоже идет через облако, что делает его зависимым от сети интернет и не таким быстрым. Зато устройство не привязано к IP-адресу и не теряет своей штатной функциональности. По сути, сейчас я рассмотрел не только возможности вот этой лампочки Nose 3, но и всех светильников в экосистеме Tuya Smart. А устройств с него ходит, ой, как много, побольше, чем в Mi Home. Кстати, при использовании альтернативных систем, таких как Home Assistant, такие устройства легко совмещаются с устройствами, скажем, экосистемы Xiaomi. То есть, эту лампочку можно включать при помощи выключателя Акара или, скажем, при помощи датчика движения Мидзе. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!